Здравствуйте! С вами вновь сервисный центр Доктор Кофе Машин. И сегодня у нас будет заключительная пятая серия по восстановлению кофе машины Bosch Benvenuta Classic Piano. А конкретно это у нас по модельке Bosch TCA 5201. Ну, распространенная старая модель. Итак, в прошлых видео я показал, как делаются разнообразные ремонты, как, соответственно, приводить в порядок различные узлы этой кофе машины. И в том числе я ее уже и отмыл. В сегодняшней серии я немножко уделю внимание тому, как, в принципе, сама по себе эта кофе машина работает. Итак, начнем с того, что принцип работы данной кофе машины, он в чем заключается. Сюда из бункера воды поступает вода без какого-либо давления, просто самотеком из бочка вот сюда. Она проходит через счетчик воды, который, в свою очередь, в нем находится, как вы уже видели в первой серии, крыльчатка. Эта крыльчатка, она потоком воды двигается, датчик в счетчике срабатывает, и идет сигнал на, соответственно, плату силовую. Вот. И машинка понимает, сколько раз обернулась крыльчатка, и сколько воды через счетчик прошло. Тем самым мы можем программировать объем чашки, ну, то есть, сколько машинки готовить-то кофе-то по объему. И она всегда будет наливать один и тот же объем. Ну, в общем, счетчик воды показывает машинке, что в ней вода есть, и, соответственно, сколько она воды пролила. Дальше из счетчика воды, через выход уже из счетчика, вода идет по силиконовой трубке в помпу. Ну, помпа, понятно, это устройство, которое создает давление в кофемашине. Из помпы дальше, вот по этому шлангу, вода идет вот сюда. То есть, это вход в бойлер. Соответственно, вода заходит, ну, это, точнее, даже термоблок, по идее, он проточный. В термоблок заходит вода, там в нем много каналов, то есть, много витков трубки пустотелой, вот, из нержавейки. Вода по нему идет, пока идет, она нагревается. Нагрелась, соответственно, в термоблоке вода, и она выходит из него. И здесь у нее есть два варианта, куда можно пойти. И здесь она идет по этой тефоновой трубке через тройник на кран. И раз у нас кран закрыт, он механический. То есть, сюда вода, ну, пока кран не откроешь, не пойдет. Значит, вода у нас идет сюда, через клапан термоблока и в дренажный клапан. То есть, он находится с другой стороны редуктора. Клапан термоблока, для чего он, по сути, нужен? Ну, я уже об этом говорил. Он, когда машинка находится во включенном состоянии, но в покое, он, скажем так, разогретую воду удерживает в термоблоке. Потому что в ином случае, если клапана термоблока не будет, то вода при нагревании будет подходить близко к температуре кипения и будет, соответственно, сливаться через дренажный клапан в поддон. И у нас термоблок будет пустой. И когда мы нажали кнопку приготовления кофе, у нас машинке сначала придется заполнять термоблок, гидросистему, и потом уже только наливать воду в кружку. Вот. Ну, это как бы тоже не очень хорошо. Поэтому вот и сделан клапан термоблока. Он препятствует, соответственно, проливанию воды, ну, сливанию воды из нагретого термоблока. И второе, чем он препятствует, это тому, что когда мы открываем кран, помпа включается, начинает давать давление в термоблок. И вода у нас, получается, по идее, должна идти в кран. Но здесь-то, если бы клапана термоблока не было, никого больше клапана бы не было, сам дренажный клапан, он давление не удерживает. Он в статичном состоянии, когда машинка не находится в режиме приготовления кофе. Он открыт. То есть из него вода самотеком бы сливалась в поддон. Что, как бы, тоже нельзя. Потому что иначе у нас бы она тогда не пошла в кран. То есть вот такой вот принцип работы гидросистемы этой машины. Гидросистема простейшая. Поэтому, ну, тут других каких-то проблем нет. Дальше, когда вода, соответственно, у нас пришла вот по этой тифоновой трубке в дренажный клапан, у нас сработала кофемолка. Намалов в заварочный узел кофе. Заварочный узел, как я показывал в прошлой серии, закрылся. И, соответственно, уже кран закрыт. То есть сюда вода не идет. Идет сюда в дренажный клапан. Он тоже, когда заварочный узел закрылся, на редукторе находится захват дренажного клапана. Он его оттягивает вниз, то есть перекрывает. И получается, что у воды хода-то другого, кроме как через заварочный узел и в носике подачи кофе, у нее просто нет. Поэтому вода, нагретая через кофейную таблетку, устремляется через заварочный узел. Соответственно, вот сюда, в кофевод. Эта вот трубка, это кофевод. Она идет прямо в носике подачи кофе. В первой серии, когда мы машинку разбирали, эту трубку было видно, у нее еще пружинка спереди надета. И все. При заваривании кофе в эту трубку, в носике и в кружку. Вот, собственно, таким образом у нас работает эта кофемашинка. Вот абсолютно ничего сложного. Простейшая, примитивнейшая гидросистема. Но, опять же, отчасти из-за этого эта машинка является весьма и весьма надежной. То есть, эти модели, они, ну, довольно долго и хорошо работают. Вот. Это, в принципе, вот такой вот принцип работы этой кофемашины. Незамысловатый и простой. Но прежде чем какие-то вообще манипуляции с ней, там, ремонтные, особенно проводить, ну, нужно понимать, как она работает. Вот так вот она и работает, собственно. После того, как она заварила кофе, заварочный узел у нас открывается, сбрасывает в отсек для жмыха кофейную таблетку и, соответственно, у нас дренажный клапан открывается. При этом и остатки воды, остатки кофе, они попадают в поддон. Часто слышу от некоторых клиентов, которые считают, что они знают все-таки лучше, чем мастер по ремонту кофейного оборудования. Многие называют этот поддон почему-то каплесборным поддоном. Да, он в инструкции назван именно так. Но, извините, это не значит, что в нем несколько капель ликводички будет. В нем вода будет. И чем больше вы будете готовить кофе, тем, соответственно, больше в нем будет воды. А почему? Потому что остатки воды после приготовления кофе, избыточное давление, оно сбрасывается именно в поддон. Потому что куда ему еще деться, если бы оно никуда не девалось, то при открытии заварочного устройства давление вырывалось бы из-под верхнего поршня, раскидывало бы внутри кофемашины всю кофейную таблетку, ну и мы буквально за несколько приготовлений кофе имели бы внутри полный бардак. Ну, опять же, есть люди, кто это понимают, а есть люди, которые это не понимают. Но понимают как-то по-другому. Их право. Ну, я говорю, как оно есть на самом деле. Уже по опыту, по определенному. Итак, по большому счету, что нам осталось по этой кофемашине сделать? У нее уже поставлен заварочный узел, с той стороны поставлена стенка, поставлен поддон, то есть я нашел, скажем так, другой был поддон, привел его в порядок, потому что старый, как я говорил, был оплавлен. Этот поддон, он хоть и, скажем так, бывший в употреблении, но он в очень приличном состоянии. Вот такой. И не стыдно, самое главное. Вот так. Поддон на месте. Сейчас нам нужно поставить другую боковую стенку и бункер воды. Из первой серии вы помните, как она выглядела. Вот такой вот фокус. Круто, да? То есть, за счет чего, как удалось привести в порядок, вот это вот то, что тут было безобразие, и как мы получили, соответственно, вот такую стенку. То есть, без потеков, как мы видим, я в ней отражаюсь даже, как вот мы вот этого добились. А все очень просто. Мы взяли средство для чистки от накипи. На него я ссылку в описании под видео скину. И просто в небольшой концентрации этого средства я полностью вот этот вот корпус и полностью бункер для воды, вот этот вот, который тоже был в другом состоянии, я это все полностью положил и замочил на ночь. В обычном прохладном растворе вот этого средства. После чего все, ну, то есть, извлек на утро, промыл водой. Естественно, остатки грязи тут были. Взял средство для очистки от кофейных масел разведенное и еще отмывал им. Одну секунду. Вот. И мы имеем вот такой результат. Не то, чтобы идеальный. Мелкие, конечно, царапинки видны, которые были под слоем этой грязи. Но, тем не менее, в общем-то и целом, выглядит уже стенка абсолютно по-другому. И теперь мы с обратной стороны у нее есть вот такой выступ. На него надевается вот этот шланг. Сейчас мы этот шланг наденем. И стеночку на место поставим. Аккуратно. Вот таким образом. И движением вперед мы ее вот протолкнули на ее место. Стенка встала ровно хорошо. Теперь нам нужно ее сразу же прикрутить, чтобы ее никоим образом не сдвигало. У этой стенки, у нее сзади есть также внизу два отверстия крепежных под винты. Винты там черные стояли с завода. Вот, соответственно, черные винты обратно и ставим. Так. Первый винт закрутил. Ну, вам не очень видно, но зато будете видеть, как закручен второй винт. Ну, тут на самом деле смотреть-то особо и не на что. Но винты, винты. Под Т-10. Вот так. Закрутили. Теперь, что нам нужно сделать? Теперь нам нужно поставить верхнюю крышку. Вот она. Красивая верхняя крышка. Отмытая, с восстановленными креплениями. В очень хорошем состоянии. Теперь мы ее ставим сверху. Вот так. У нее есть защелки. Ответные части есть на... боковых частях кофемашины. И сейчас мы ее аккуратненько на свое место поставим. Немножко терпения. Чуть-чуть усилий. Незначительно. Все защелкнули, как нам надо. И верхняя крышка у нас стоит на своем месте. Вот так. Теперь берем вот эту вот боковую крышку. У нее были сломаны оба крепления. Поэтому тоже я взял крышку, скажем так, донорскую. То есть, бу-крышка тоже была в плохом состоянии. Но крепления у нее вот эти были целые. Поэтому я взял ее, отмыл, привел в порядок. И сейчас мы ее поставим на ее законное, так сказать, место. Вот так. Все. Крышка у нас на месте. Крышка стоит. И бункер для воды. Вот так. И имеем абсолютно другой вид. Зеркальную поверхность кофемашинки. Вот так она выглядит. Уже, ну, не сравнима с тем, что у нас было ранее. Все чисто. Все хорошо. То есть, машинка в очень хорошем состоянии. Теперь нам что нужно сделать? Нам нужно сзади, на верхней крышке, вернее, сзади на этой крышке и на этой, три отверстия под винты. Туда нужно будет винты вкрутить. И здесь два отверстия под винты. Тоже нужно будет вкрутить винты. Здесь винты, соответственно, тоже черные, оксидированные. Но машинка полностью черная, поэтому и винты все черные. Вот цвет корпуса наружные. Вот, ну, это можно пока не делать, в принципе, чтобы не тратить ваше время, соответственно. Итак, что мы теперь делаем? Мы теперь наливаем в бункер для воды водичку. И машинку сейчас мы будем запускать. Вот, налили воду. И включаем машинку в сеть. По-хорошему, сейчас нужно было бы эти манипуляции проводить на машинке все-таки с разобранным корпусом, чтобы посмотреть, ну, ничего ли мы не напутали в гидросистеме и не потечет ли эта кофемашина. Ну, я уже просто проверяю собранную, я знаю, что я там все сделал правильно и ничего не потечет. То есть, ну, это уже, скажем так, некий опыт. Сейчас машина попытается промыться и не сможет. Затарахтит и попросит открыть кран. Вот, смотрите. Вот, а почему? Потому что мы всю гидросистему разбирали, и у нее вся вода из гидросистемы слилась. То есть, у нее сейчас даже счетчик воды пустой. Поэтому машинка попросит открыть кран. Вот она заморгала. Мол, откройте кран, пропустите воду. Послушайте, если нельзя. Может, не с первого раза даже запуститься. А нет, запустилась с первого раза. Закрываем кран. И сейчас машинка у нас будет промываться через, знаете, подачу кофе. Все-таки. Значит, у нас еще через двенажный клапан сначала в поддон проливают водичку. С пустой гидросистемой заполнится ей крайне и крайне сложно. Вот, все. Сейчас она будет промываться через, знаете, подачу кофе. Все, машинка у нас встала в готовность. Единственное, что еще осталось сделать, это машинку почистить от накипи и от кофейных масел именно программно, со специальными средствами. Ну, собственно, это нам и нужно будет сейчас сделать. Ну, чистку по такой машине я уже снимал, поэтому думаю, что нет смысла снимать то, как я сейчас буду на ней делать чистку от накипи и от кофейных масел. Ну, и достаточно того, что, в принципе, она включилась, промылась, работает, она не течет. То есть, соответственно, уже машинка готова. Осталось ей только провести программные чистки, которые провести не проблема. Вот. Поэтому вот можно уже видеть результат работы. Одну секунду. Итак, все-таки машинку я решил сначала почистить, а потом уже, скажем так, делать на ней, ну, как говорится, первый кофе. Вот. Чистку машинка прошла, то есть, у нее почистилась гидросистема на всякий случай от накипи, потому что на самом деле при чистке из бойлера повыпадала еще накипь. Он неразборный, поэтому, ну, без прогона по нему антинакипина, ну, тут ничего, к сожалению, не понять. То есть, чисто, ну, забит он или, ну, насколько сильно он загрязнен внутри. Вот. Сейчас мы попробуем сделать кофе. Единственное, что я еще кофе на ней не делал, кофемолка у нее разбиралась, соответственно, кофемолка у нее пустая. Зерна я в отсек для зерен насыпал, но сейчас я, когда нажму на помол, то есть на приготовление кофе, она за первый помол только наполнит кофемолку и совсем немножко скинет кофе в заварочное устройство. И машинка первый раз кофе у нас не заварит, а вот второй уже раз она у нас будет заваривать кофе. Вот сейчас она напишет, что, мол, нету кофе. Ну, вот мы видим, что, ну, да, видимо, она даже на том кофе сработала, но наливается фактически водичка, то есть кофе в заварочное устройство. Упало совсем немного. Поэтому мы эту варку кофе отставим и будем, соответственно, уже пробовать повторно приготовить кофе. Уже так, как надо. Вот машинка намаловала кофе, он уже полноценно попал в заварочное устройство. И сейчас мы посмотрим то, что она нам будет наливать в кружку. Вот она предварительно смочила таблетку кофейную. И сейчас мы видим, как она наливает, но на самом деле шикарный кофе. И аромату кофе приятный, и визуально даже видно, что на повышенной крепости темные крема такого больше шоколадного оттенка, кофейного оттенка. И очень густой кофе, у которого постепенно опускаются слои в нижнюю часть кружки. То есть, ну, это, в принципе, нам говорит о качестве приготовленного напитка. Вот такие вот мы видим крема. И вот такой вот мы видим кофе. Ну, кофе отличный. И аромат у него очень и очень приятный. Собственно, что нам и нужно было сделать. То есть, получается, что фактически из утиля, приложив определенные, скажем так, силы, определенные знания, мы сделали вполне себе рабочую кофемашину. По поводу которой я уверен, что она будет работать на самом деле при должном техническом обслуживании и при правильном очень и очень долго. Вот. И при этом будет готовить изумительный кофе. Вот таких кофемашин уже сейчас не делают. В некоем роде раритет. Если так можно выразиться. Соответственно, эта машинка у нас впоследствии еще пройдет дополнительное тестирование. Ну, на всякий случай. И потом пойдет на продажу. Вот в наш интернет-магазин. Ну, думаю, что... Очень надеюсь, что вам вот эти вот все серии по этой кофемашине, скажем так, понравились. Надеюсь, что вы тут из этого видео и из остальных других подчеркнули для себя что-то новое, что-то интересное. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот. Я старался до вас это донести как можно подробнее и проще. Вот. Ну, думаю, что на сегодня на этом все. И это была заключительная серия по данной кофемашине, по ее обслуживанию, ремонту. Вот. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал и ожидайте новых видео. До новых встреч.